Куда уходят корабли? Выставка под таким названием открылась в новой галерее художественного музея. Это работы известных российских и ивановских художников, которые хранятся в частной коллекции Эдуарда Донцова. Мастера-маринисты – картина 50-х-60-х годов прошлого века. Около 30 лет потребовалось собирателю, чтобы эти жемчужины стали по-родственному одной семьей. А на этой выставке они буквально запели хором. Когда коллекционируешь работы, не всегда знаешь о данном авторе. Потом начинаешь все проникать вглубь и уже превращаешься в искусствоведа. Начинаешь собирать литературу, знакомиться с родственниками автора. Многих авторов уже нет в живых, зато живет и раскрывается по-новому их творчество. Путь коллекционера Эдуард Донцов начал с собирания кроков. По профессии он художник по тканям. Потом личный музей начал пополняться картинами. Море, корабли, южные берега – все это полюбилось владельцу коллекции еще со студенчества. Тогда часто отправляли в Крым на сбор винограда. А еще сила этих работ в том, что они написаны во время пленеров. Сохранена энергия момента. Во-первых, в этих работах привлекает еще то, что художники ездили, не отсчитывались по этим работам. Это были этюды, они ездили отдыхать. И поэтому вся вот эта непосредственность здесь, она прям вот на лицо. Работы Михаила Агеева подтверждают – у моря мог отдыхать кто угодно, кроме художника. Просто созерцать и наслаждаться было недостаточно. Раньше, когда ездили отдыхать, папа обязательно брал с собой этюдник, обязательно картонки. Обязательно старался что-то нарисовать. Его очень интересовала природа окружающая. Он не мог просто так сидеть, загорать. Это не для него было. Ему главное было творчество. Увидеть море и куда уходят корабли можно в новой галерее художественного музея. Выставка с ароматом бриза продлится до 6 ноября. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.